Здравствуйте, наши любимые посетители канала Процветок. Меня зовут Русский Хиван, я вас приветствую. Лето вступает в свои права, наступила более-менее теплая погода после такой сложной, во многих регионах холодной весны, прошли дождики, растения активизировались, начали активный рост. И вместе с этим активным ростом на растения в саду, в огороде, в защищенном грунте, в теплице начали нападать всевозможные вредители. Среди множества садовых и огородных вредителей тли являются, пожалуй, одними из наиболее распространенных, узнаваемых и вредоносных. Смородина, картофель, капуста, томаты, огурцы, декоративные растения розы, ну буквально все растения, даже хвойные, повреждаются тлями. Что же делать с этими тлями и как с ними бороться? Не забывайте, что тли не просто высасывают сок из ваших растений, но еще и в значительной степени способствуют распространению различных болезней. Сейчас мы с вами сделаем обзор наиболее эффективных способов контроля тлей в огороде и в саду. Конечно, существует немало способов контроля тлей. Ну, любой профессиональный агроном, если у него спросите, каким образом лучше всего побороться с тлями, он вам скажет, покупайте химически синтезированные инсектициды. Инсектициды, это могут быть инсектициды перитроидного ряда, ну, наверное, наиболее опасные для окружающей среды, для здоровья людей. Они не всасываются в растения, не накапливаются, действуют кишечно-контактно, ну, то есть попали на тлю, и где попали, она померла. Но они имеют значительный недостаток. Это то, что не везде ими попадешь. Поэтому при значительном распространении тлей вам посоветуют, безусловно, использование системных препаратов, таких как Актара и многие другие, преимущественно неонакотиноидного ряда. В то же время, такими тяжелыми средствами защиты следует бороться тогда, когда время для сдерживания развития тлей уже упущено. И я вот все время, все время, все время повторяю о том, что не стоит пренебрегать как профилактическими, так и упреждающими мерами контроля тлей. Ну, профилактические, понятно, это не перекармливать растения, потому что жирующие растения, все и розы там, и плодовые ягодники, все, они гораздо более уязвимы к тлям, чем растения, находящиеся в нормальной, такой сбалансированном состоянии питания. Это и привлечение всевозможных естественных вредителей тлей, это и златоглазки, божьи коровки, об этом, в общем-то, тоже все знают. Но, конечно, не всегда, особенно в монокультуре, когда у вас значительные посадки, там той же смородины, еще чего-то, сад большой, ну, даже маленький, но все равно не всегда удается сдержать этих самых тлей. Поэтому, конечно же, необходимо применять меры уже тогда, когда единичные тли у вас появились. Для этого необходимо регулярно осматривать ваши растения, проходиться по саду, прогуливаться по саду и посматривать, есть ли или нет. Вопреки расхожему мнению, тли не всегда распространяются муравьями, поэтому избавиться от муравьев означает избавиться от тлей. Эта формула работает только отчасти, в отношении небольшого числа видов тлей, которые преимущественно поражают садовые растения. В то же время тли, которые поражают горох, томаты, огурцы, капусту и многие другие растения, зеленые, укроп и так далее, они не распространяются муравьями, и для них, и для тех, которые распространяются муравьями, надо использовать различные меры борьбы. Вот при таком от умеренного до среднего уровня развития тлей можно рекомендовать мыло. Очень многие, очень часто используют мыло для обработки своих растений против тлей и многих мелких вредителей. Сюда же входят и трипсы, сюда входит начало развития цикадки, сюда же входит и развитие паутиного клеща. У меня вот когда начинается теплый сезон, с мая месяца, всегда, вот всегда на готове стоит вот такая вот штука, это у меня, вот видите, вот ипс назад его туда загоню, это мыло. Я беру 100-граммовый кусок хозяйственного мыла, заливаю литром воды, и он у меня раскисает, размокает в виде вот такой вот болтухи. Находится всегда про запас, ни в одном, там, два, три, четыре вот таких вот такие банки или емкости какие-то, они у меня всегда есть под рукой. Вот пошел я по саду, чуть увидел, что где-то тля развела. Если тля появилась там на одной розочке где-то чуть-чуть, это означает, что она появилась уже везде, на сливах, на вишнях, на яблонях, ну везде она уже появилась. Поэтому, если вы в саду где-то в огороде увидели тлей, обработать надо все. И, конечно же, можно брать хозяйственное мыло, можно брать зеленое мыло. Но мне чисто технически и финансово удобнее брать обыкновенный кусок такого коричневого, вонючего, чем более вонючее, тем лучше, хозяйственного мыла. Оно у меня всегда на готове. 100 грамм хозяйственного мыла на 10 литров воды, то есть я беру вот эту вот болтушку, булькую в 10 литров воды, прям в опрыскиватель, развожу как следует, разболтал и пошел обрабатывать. Это будет, скажем так, 80% технологии. Надо сказать, что этот же самый мыльный раствор, хозяйственное мыло, он имеет щелочную реакцию и он очень хорошо помогает справиться и с мучнистой росой. На крыжовнике, на смородине верхушки часто страдают, на многих других растениях. Кабачки очень страдают от мучнистой росы. Обязательно проходитесь и там все тоже этим самым мыльным раствором. Это 80% технологии. 100% технологии будет тогда, когда вы в эту мыльную болтушку, вот в это 100 грамм мыла и литр воды, добавите еще, например, 200 миллилитров растительного масла. Вот берете вот эту вот мыльную болтушку, берете ложку какую-нибудь и тоненькой струечкой, вот зараза уже прикорела эта масля, старое какое-то растительное масло, пригоркло уже немножко, вот льете сюда тоненько-тоненько-тоненько, вот влили сюда, оно прям побелеет. Сделали такую болтушку, не жидкое мыло, не средство для мытья посуды, а вот именно твердое мыло, хозяйственное или зеленое. И в этом случае это будет 100% технологий. Замечательная вещь, прекрасно борется с тлями, с мучнистой росось, тоже с клещами, со всем остальным. Это 100% технологий. 120% технологий будет тогда, когда вы вместо воды возьмете отвары различных полезных растений. Если вы возьмете отвары хвойных растений, можжевельники, туи, ели, сосны, что угодно, мы говорили об этом на канале, и замутите мыло на основе этих отваров, или добавите 10 мл любого хвойного масла вот в эту болтушку, то вы, кроме того, что справитесь с тлями, мелкими вредителями и мучнистой росой с помощью непосредственно самого раствора, вы еще привлечете сюда и божьих коровок. Если вместо хвойного настоя вы возьмете настой табачной пыли, примерно стакан табачной пыли на литр воды, сделаете отвар, оставите его на ночь охладиться, ну, до кипения доведете, оставите охладиться и сделаете настой мыла, но только надо брать свеженький. Заранее на табачной пыли сделать вот этот раствор мыльный не получится. Надо делать хотя бы за сутки. То в этом случае вы получите аж 150% технологии, потому что сама по себе табачная пыль обладает значительными инсектицидными свойствами и активностью. Если у вас под рукой нет табачной пыли, возьмите одуванчик, полынь, тысячелистник, вот такие вот растичь, обрец возьмите обязательно. Ну, не надо в лесу уничтожать. Вырастите чабрец у себя на участке, замечательное растение, красивое. Срежьте вот такую большую жменю, полынь, одуванчика, чабреца, ну, вот суммарно такую вот прям большую жменю. Литром воды залейте, протомите так, до кипения доведите, крышкой накройте. Ночь простояла, охладилась, слили, до литра довели, бухнули туда мыло, натерли, там развели и сделайте такой настой. Добавите еще туда дополнительно капли вот эти 10 мл хвойного масла или еще к этой жмене добавите еще там веточки хвои. Прекрасно, слушайте, это, ну, лучшие способы для того, чтобы справляться с этими тлями и прочими мелкими насекомыми. Конечно, у этого способа также есть недостаток, тот же самый, который у перитроидных препаратов. А именно, для того, чтобы этот способ подействовал, вам непременно необходимо обработать вот непосредственно тлей, чтобы вот прям на тлей попало. Однако же, если вы тщательно обработаете, ну, такого раствора, слушайте, можно сделать, ну, почти бесплатно, да, то есть стоимость мыла там, ну, масла еще. Ну, масла не добавите, ну, бог с ним, ну, сделайте, если масла жалко, сделайте раствор вот этот на основе отваров и настоев или табачной пыли, там, или тех фитонцидных растений и тех инсектицидных растений, о которых я сказал. И уже будет очень хорошо. И если вы в течение лета, хотя бы до середины лета, чтобы вот эти первые волны тлей сдержать, каждые 10-12 дней будете делать подобного рода обработки в теплице, в открытом грунте, везде, всех растений, огурца, томата, ну, буквально всех растений, то в этом случае вы можете быть абсолютно уверены в том, что тли, паутинные клещи и многие другие вредители вам не помеха. Но просто нужно делать это регулярно. Что ж, вот такой мой простой совет, можно сказать, напоминание, элементы, которые у нас были, звучали и на канале, и вот в этой книжечке, книжечке у меня замечательно изложены. И он очень простой и очень эффективный для борьбы с тлями. Надеюсь, вы возьмете все его на вооружение и будете регулярно использовать. Это экологически безопасно, это безопасно для здоровья, это не требует вообще никакого срока ожидания, за исключением использования настоя табачной пыли, когда срок ожидания составляет от обработки до сбора урожая 4-5 дней. Во всех остальных случаях вы можете, так сказать, обработать, потом помыть и сразу съесть. Нет, проблема. А вот для тлей это будет значительная проблема. В то же время этот метод безопасен для божьих коровок и для большинства полезных обитателей нашего сада. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. До новых встреч!